друзья сегодня расскажу вам как я обычно рисую людей значит я как правило смотрю расположение общие массы да как правило человек он в какой-то одежде вот предположим вот его голова и положение головы до относительно вот его тело вот например он нагнулся и что-то собирает человек да так я представляю себе что вы тут крепится у него к задней части шея вот так вот идет и здесь на предположим вот он грибочек увидел да здесь вот у него рука начинается вот так вот он и вот так вот ой грибочек там ручки сложила так грибочек сорвать да и вот у него вот вся вот это его одежда вот так вот свисает вот тут на ноги надо нарисовать значит он положим вот как-то вот так присел вот там и вторая нога тоже как-то вот так вот она у него а это вот одежда вот так то него идет одежда так-то на свисает одежда ну и вот тут вот эти вот ботинки увидим да в общем что я хочу сказать что зачастую когда мы рисуем человека то мы как правило видим открытой части его тела до открытой части тела это глава руки и ноги и вот вот эти вот части тела но кисти рук до кисти рук они как правило являются ключевыми вот расположение вот этих вот частей она показывает нашему вот восприятию что человек делает да нагнулся или он что делать стоит примерно остановки стоит такой держит книжку читает книжку читает вот тут книжечку так держит вот и на остановочке так вот стоит ноги идут вот но есть и вот одежда у него какая-то да у человека этого также вы смотрите то есть мы воспринимаем первый вариант это положение тела мы значит фиксируем по вот взаимоотношению вот расположению ног то есть треугольник да вот три элемента голова руки ноги и вот смотрите здесь мы видим что голова руки ноги располагается вот вот в таком положении до относительно оси и мы воспринимает им воспринимаем фигуру всю фигура этого человека вот именно вот так вот как бы симметрично да мы понимаем что человек стоит вот значит что еще нам то есть наш первую что нам посылает как бы сигнал наш мозг это расположение головы кистей рук и ног это дает нам понятие того как человек в какой позе находится да вот и второе это одежда просто как бы второе пятно это одежда масса одежды вот и вот обратите внимание вот например голова да и вот если человек просто стоит в каком-то вот балахоне предположим там пальто у него длинная там вот такой там и вот тут вот у него руки такие торчат такие как это то есть там такие прорези предположим вот туда и так вот так вот что мы в таком случае воспринимаем мы воспринимаем что вот есть голова и вот есть ноги и мы воспринимаем какие пропорцию этого человека посмотрите вот руки да у нас есть ощущение что человек руки немножечко как бы вот тут согнул где-то да то есть во первых вот так куда то есть пошире должно вот соответственно смотрите мы наш взгляд да он улавливает пропорции вот пропорция вот голова шеи и вот у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 ну вот то есть вот тут пятки у нас да вот где-то 77 пропорции это говорит это значит наш взгляд понимает и наш но не взгляд а наше чувство да она осознает вот эту фигуру где бы она ни стояла далеко ли близко ли да мы осознаем эту фигуру как фигуру взрослого человека взрослого обычного да а вот если бы здесь было бы так вот например вот такая голова нет вот вот такая голова и вот так вот значит здесь мы улавливаем другую пропорцию давайте проанализируем эту пропорцию так вот значит у нас голова и у нас 1 2 3 4 5 где-то может побольше да о чем это говорит это говорит о том что перед нами ребенок это пропорции ребенка почему потому что ребенок вот такие пропорции у него голова по отношению к тела такая вот крупная пожалуй что может быть даже по длине чуть-чуть руки вот так вот значит три момента какие мы должны осознавать поэтому если вы хотите учить научиться рисовать человека то постарайтесь просто например когда вы видите как у кого-то там сидит кто-то или стоит на остановке вот попробуйте просто рисовать его голову руки и ноги до где находится например вот он сидит например перед вами вот тут коленки у него вот так вот тут вот какие-то может брючки или что-то вот и когда вы будете часто рисовать вот расположение рук ног головы вот в разных позах то это позволит вам лучше и быстрее рисовать мгновенные зарисовки вот запечатлевать какие-то интересные моменты там мать интересная одежда например девочка сидит например в какой-то интересной одежде или например там у девочки или мальчика там интересные черты лица дали там еще что-то выразительное вот сидит метро человек а вы его рисуете вот потому что как правило сейчас стало кстати говоря очень легко в метро рисовать в транспорте вообще достаточно это удобно потому что люди сидят особо так не двигается удобно рисовать и как правило они бывают заняты там чтением собственными мыслями какими-то вот следующий метод который предлагается вот скажем так это такой более академичный вот нашла слова способ до значит более академичный способ это идти от скелета мышцам и так далее да вот значит тут если рассматривать скелет то мы знаем что человек он единственная из всех животных человек относится к классу животных он единственный ходит на двух ногах и соответственно стоит прямо да вот у него масса тела вот распределяется таким вот образом что поэтому что первое мы рисуем ось какую-то там вот вот эта ось его вот позвоночник да она задает как человек стоит вот относительно то есть вот все идет от позвоночника давайте расскажу вам о чем я и и говорю вот смотрите сначала были как бы животные да подавайте нарисуем вот позвоночник животного какой-то да вот здесь шейные позвонки да вот здесь вот крепится какой-то череп вот тут на черепе есть расположены органы чувств там зрение там слух вкус обоняние вот вот здесь вот вот в этой части плечевой до располагаются ее называют ключица лопатки да грубо говоря вот ключица то есть перейдем вот такую палочку да вот в этой части у нас располагается тазовые кости и тут хвостик да и вот смотрите мышцы что такое крепление вот здесь вот костей друг с другом вот как одна кость другой скрепляется вот и если представить себе вот такой шар то вы если вложите в него вот так вот кулак да или там вот что-то такое это вот есть сустав вот это вот модель сустава то есть кулак и в него вот так вот вот то есть вот это это модель сустава сделайте вот это движение да для себя чтобы лучше понять что такое сустав и вот мы видим что за счет чего могут суставы двигаться за счет вот этой вот поверхности то есть вот каждой кости, да, вот позвонки, вот здесь позвонки много-много, и они вот все таким образом устроены. Вот здесь вот находятся вот эти вот вещи. И вот каждое вот это движение каждого вот этого позвонка, то есть вот это, как он поворачивается, да, оно дает великое множество разнообразия движения. Вот, ну, у животных тоже есть как бы свои характерные там походка для каждого животного, да. Свои особенности строения позвоночника, нюансы, так же, как и у человека. И вот давайте, значит, вот рассмотрим, значит, вот это вот, это столб позвоночный. Много позвонков здесь, и здесь много позвонков. Вот, здесь вот плечевой пояс и тазовый пояс. И вот плечевой пояс здесь вот тоже, вот видите, тут я уже все зарисовала. Сейчас вам покажу. Так, простите, может быть, шатается камера. Она у меня на столе расположена. Значит, вот у нас позвонок, позвоночник, позвоночный столб. Вот здесь вот у нас крепится, ну тут, значит, вот здесь у нас крепится череп, здесь у нас крепится, ну вот можно анатомические подробности посмотреть, как вот именно крепится вот этот пояс к этому поясу, да, вот именно в позвоночнике. Но так или иначе, вот оно как бы насаживается, вот это и вот это. И у нас, значит, вот здесь вот крепится. У животных передние конечности, у человека здесь крепятся руки, верхние конечности, да. И вот что мы видим, значит, конечность каждая тоже имеет несколько, несколько... Вот смотрите, например, лошади, кто еще? Ну вот большинство животных, большинство животных, не мышей, например, да, не грызунов, не ежей, а те, которым приходится много там скакать, прыгать, у них, как правило, вот такое строение, значит. Тут, смотрите, идет вот это плечо, плечевой пояс, это, вот это как бы в нашем... Для нас это локоть, вот здесь локоть, а вот здесь вот у животных есть еще один, то есть у нас это ступня, у нас это вот так вот идет, да, или кисть, кисть руки, а для них это продолжение ноги, и, собственно, стоят они там на большом пальце ноги, или там на трех пальцах ступни, или пальцев, да, руки. И вот там то же самое, значит, вот у нас раз, два, три. Вот мы видим точки крепления, вот они. То есть это вот все точно красными точками я обвела, это места суставы, суставы. И задние, значит, задние, как правило, бывают вот так согнуты немного. Сейчас так, 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 вот. И вот даже можно понять, что вот здесь вот как бы большой палец, вот у некоторых животных есть такой вот отросток, это как бы то, что потом станет большим пальцем у человека, да, то есть получается, что животные, они как бы на цыпочках стоят. Вот, и поэтому у них вот гораздо больше вот этих вот суставчиков. Вот, смотрите, то есть вот у человека у него как... И вот смотрите, значит, вот, предположим, вот животное, да, у него все его чувства, вот, то есть все органы чувств, все четыре лапы, да, они все на земле. Вот земля у нас такая, да, травку мы так, вот эту мы нарисуем линию горизонта, да, предположим. И вот что происходит с человеком. Человек, он берет и выпрямляется, то есть вот этот весь позвоночный столб, он встает прямо. Здесь у него опять, получается, плечи, здесь у него таз, а здесь у него голова. Передние у него конечности, руки, они у него болтаются где? В воздухе, да, в воздухе. Не опираются на землю. Потом вот это вся, можно сказать, что земли касаются только вот непосредственно ноги. Вот они. И ступни ног. Вот, только ступни ног. Вот они. То есть вот они эти вот. Раз, два, три. Связки. Тут связки, тут связки. Связки, так, извиняюсь. Здесь. Вот, собственно, вот отличие. То есть человек, он, и вот здесь вот его чувства, да, вот глаза, нос, рот, вот на его лицо, оно обращено уже не к земле, а все-таки оно как бы уже созерцает уже нечто большее. Он видит горизонт. То есть человек, он видит вот эту линию, он как бы объемлет весь мир своими чувствами, да. Он видит, скажем так, картину целиком. Вот знаете, как говорят, что, в чем отличие, скажем так, рядового труженика от директора там компании или там какого-то более высшего звена руководительского в том, что руководитель, он видит его преимущества и как бы его особая забота в том, чтобы видеть ситуацию, развитие фирмы целиком, да. И вот человек, он над природой, как бы вот он видит горизонты, да, он видит изменения в природе. Ну, в общем, это все отображено в строении его тела, вот в этой его прямостоячести. Ну вот, и я думаю, что вы должны будете вот просто повторить за мной все эти рисуночки, да. Вот если вы хотите, так сказать, получить некий урок, не просто посмотреть, да, а потом нужно еще заново повторить. И тогда вот вы поймете общее строение. И вот когда вы понимаете, как вот устроен позвоночник и вот где возможно движение, да, вот ногу сюда поставить, там, или руку вот здесь согнуть. То есть вот любое изменение вот в этих вот красных точках ключевых, оно дает новое положение тела. Ну и, конечно же, очень гибкий позвоночник. То есть вот каждый позвоночник, вот сбоку оно вот так вот идет, позвоночник наш, если бы. Вот, да, и порисуйте, конечно же, вы найдете в интернете много схем, как человек выглядит сбоку. И сбоку получается, что мы видим только как бы вот крайние точки, вот эти это крайние точки. Вот, положение, значит, коленок. Потом ступней. Вот, ну и, естественно, нужно практиковать просто эскизирование. То есть вы, например, куда-то идете, берете карандашик и так вот черкаете. Например, рисуете тетеньку на остановке обязательно. То есть вот везде, где человек не ходит активно, да, вот берете, рисуете. Вот стоит человек такая, девушка такая вот в шапочке, или там с причесочкой, ждет автобус. Или там ждет, пока за ней приедет принц в красивой машине. Вот, ну вот, пожалуй, что я надеюсь, что я все понятно объяснила, да. И вообще тема животных, она, как правило, ну не очень хорошо раскрыта. Для академически образованных людей, как правило, больше разбирают строение пропорции человека. А между тем, вот строение скелета, вот принцип движения животных – очень-очень интересная вещь. Очень интересная. И, честно сказать, я сама чувствую, что во мне есть пробелники в этом образовании. И я вот буду нарабатывать вот в этом отношении этот пробел. Потому что людей мы везде всегда видим, животные, это, так скажем, преимущественно для фермеров, наверное, или для работников зоопарка, кто еще. В общем, мы как-то оторваны сейчас от братьев наших меньших, а мы должны как-то быть к ним поближе. Ну вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что вам это видео было полезно и интересно. И пишите в комментариях, что вам было непонятно и что бы вы хотели еще увидеть. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok